С теорией сетей немного разобрались. Попробуем реализовать. Мы с вами работаем с виртуалкой, а за ее сеть отвечает гипервизор. Зайдите в настройки виртуалки – сеть. Наверху есть четыре вкладки. То есть виртуалке можно выделить четыре сетевых адаптера. Нам пока хватает одного, но в дальнейшем это пригодится. В выпадающем меню тип подключения указано, в какую сеть будет смотреть виртуалка. Допустим NAT означает, что гипервизор будет выступать в роли роутера с включенным NAT для виртуальной машины, точно как ваш домашний роутер для вашего компьютера. Как и домашний роутер гипервизор выдаст IP-адрес с помощью DHCP виртуальной машине. Из самой виртуалки будет доступ в вашу домашнюю сеть и интернет, а из вашей сети, скажем с телефона, не будет прямого доступа к виртуалке. Второй тип сети – это сетевой мост – Bridget Adapter. В таком случае гипервизор будет выступать как свеч, благодаря чему виртуалка окажется в вашей домашней сети. Она получит IP-адрес от вашего роутера, так как он выступает DHCP сервером и будет доступна для любого устройства в вашей сети. Дальше нужно указать имя адаптера вашего компьютера, который подключен к сети. Это может быть Ethernet или Wi-Fi адаптер. Другие типы подключения нам пока не интересны, но в целом они позволяют создать изолированную сеть между виртуалками, либо сеть, которая только между хостом и виртуальной машиной и тому подобное, под различные сценарии. Идем в дополнительные настройки. Тут можно выбрать тип адаптера. Виртуалбокс эмулирует сетевой адаптер, и здесь можно выбрать какой именно. Какие-то старые операционные системы могут не работать с определенными типами. Какие-то быстрее, какие-то функциональнее. Чуть больше о различиях можете почитать по ссылке. В большинстве случаев с современными системами лучше использовать Intel Pro 1000 MT. А если у вас виртуалка с линуксом, можете использовать virtio.net. Он не эмулирует виртуальную сетевую карту, а использует другой механизм, который чуть производительнее. Но для гостевых вендовсов нужно будет устанавливать дополнительные драйвера. Неразборчивый режим позволяет направлять весь проходящий трафик на эту сетевую карту. По умолчанию, когда стоит deny, виртуалка будет видеть только трафик, предназначенный ей, так как сам виртуалбокс направляет трафик по MAC-адресам. Но в определенных случаях для решения проблем или детального разбора трафика здесь можно настроить другое значение. Ну и снизу у нас MAC-адрес. Я говорил, что MAC-адрес состоит из 12 символов, разделенных двоеточиями по 2. Но в некоторых программах можно увидеть и такое написание. Это нормально. При необходимости это значение можно поменять, так как это виртуальный сетевой адаптер. То есть MAC-адреса здесь генерируются гипервизором. Я сохраняю эти настройки и запускаю виртуалку. Одна из главных команд по работе с сетью – IP. У нее множество различных ключей и опций. Но чаще всего используются IP-адрес и IP-раут. Эта команда позволяет не дописывать ключи до конца, по примеру того, как сделано на сетевом оборудовании. Например, команду IP-адрес show можно написать как IP-адрес и даже IP-а. Эта команда позволяет увидеть список IP-адресов, MAC-адресов, интерфейсов и их параметры. А что такое интерфейсы? Физические порты на сетевых адаптерах правильнее называть физическими интерфейсами. И даваемые настройки в операционной системе применяются на программную составляющую этого интерфейса, называемую логическим интерфейсом. И в обычной речи, когда говорят порт, имеют в виду физический интерфейс. А когда говорят интерфейс, имеют в виду логический интерфейс. С точки зрения операционной системы мы работаем с интерфейсами, а не с портами. То есть вставляешь кабель в порт, а даешь IP-адрес на интерфейс. Итак, команда IP-A вывела нам 4 интерфейса. Lo, emp0s3, virbr0 и virbrnic. Последние два нас не интересуют. Это тот же самый сетевой мост. Обычно сетевой мост создается на хосте. Но тут, видимо, при установке какого-то пакета он создался автоматом. И, в общем, просто проигнорируем эти интерфейсы. Начнем с LO. Это специальный интерфейс, который есть в каждой системе. Некоторые программы, особенно работающие сетью, иногда требуют подключения к этому же компьютеру. Скажем, у вас две программы, работающие через сеть, должны общаться друг с другом. Например, веб-сервер и система управления базой данных. Вы можете поднять два компьютера, а можете все держать на одном. И чтобы эти программы общались, в них вы прописываете адрес 127.0.0.1. Это адрес, который есть на всех компьютерах. Он указывает компьютеру сам на себя. Многие внутренние компоненты системы могут использовать этот адрес, поэтому он необходим. Нас больше интересует emp0s3. Это и есть интерфейс адаптера, который мы настроили в VirtualBox. Самый достоверный способ понять – посмотреть на mac-адрес, который отображается после link-ether. Достаточно сравнить последние четыре символа – 55b. То же самое у нас было в настройках VirtualBox. Собственно, в строке inet видим IP-адрес 192.168.31.112. Это адрес из моей домашней сети. Рядом с ним маска Slayer24. То есть в моем случае адрес сети 192.168.31.0. Продкаст 192.168.31.255. А диапазон адресов от 1 до 254. Чуть ниже строка inet 6. Это IP-адрес по IPv6. Это и многие другие параметры я опущу, чтобы не усложнять. Выше стоит app. Говорит о том, что интерфейс поднят, то есть работает. Это означает, что интерфейс поднят как со стороны операционной системы, так и со стороны железа. То есть вставлен кабель и есть подключение с другой стороны. Со свеча, роутера, другого компьютера или гипервизора. Иногда при проведении каких-то технических работ или по каким-то другим причинам вам нужно выключить интерфейс, чтобы не было сети. Но при этом физически выдергивать кабель или менять настройки гипервизора может быть не очень удобно. Поэтому интерфейс можно выключить в самой операционной системе. Для этого есть команда IP-link-set-down. Как видите, теперь state показывает down. Это называется административным выключением интерфейса. Для включения интерфейса та же команда, но app. Но то, что интерфейс в аппе, еще не говорит о том, что с сетью все нормально. В сети может быть огромное количество проблем, которые могут влиять на работоспособность. Одна из самых базовых утилит диагностики, пинг. Она посылает пакет другому компьютеру и ждет от него ответа. Другой компьютер при виде такого пакета отправляет ответ. И этот цикл повторяется бесконечно, пока мы не прекратим. Что-то наподобие пинг-понга. Компьютеры сообщают друг другу, что между ними есть связь. Попробуем кого-нибудь пингануть. Я не буду пинговать хост, так как если у вас Windows, на нем Firewall блокируют пинги. То есть, если вы будете пинговать в Windows с вашей виртуалки, ответа вы не получите. Поэтому возьмем что-то универсальное. Например, ваш роутер. Чтобы пинговать кого-то, нужно знать его IP-адрес. Так как виртуалка получила IP-адрес по DHCP, оттуда же она получила информацию о Gateway, шлюзе, откуда можно выходить в другие сети. В этот момент Systemd создает специальную запись для шлюза, чтобы независимо от IP-адреса был универсальный способ обратиться к шлюзу. Нижнее подчеркивание Gateway. Попробуем пингануть. Ping Gateway. Система преобразовала Gateway в IP-адрес. И теперь пингует мой роутер. В ответах есть диагностическая информация. Размер отправляемого пакета, номер очереди, TTL и Time. Время, за которое пакет был доставлен до другого компьютера и получен ответ. Что такое TTL? Когда мы кого-то пингуем, мы назначаем специальное число – TTL. В данном случае по умолчанию 64. Каждый раз, когда наш пакет будет проходить через роутер, тот будет отнимать единичку от этого числа. Если до какого-то роутера дойдет число 0, то он выбросит этот пакет, так как что-то явно пошло не так, и пакет слишком долго блуждал по сети. Итак, Gateway у нас пинговался. Теперь возьмем какой-нибудь несуществующий адрес. Например, 192.168.31.2. За этим адресом никакого компьютера нет. В таком случае пинг не может достучаться до нужного IP-адреса, вследствие чего выдает Destination Host Unreachable, то есть целевой хост недоступен. То, что у меня пингуется Gateway, говорит о том, что локальная сеть у меня доступна. Я могу достучаться до другого компьютера в этой сети. Но что насчет других сетей? Например, как проверить, доступен ли интернет? Есть пара адресов, которые знают все администраторы. 1.1.1.1 и 8.8.8.8. Это адреса DNS серверов Cloudflare и Google. Если пинги доходят до этих адресов, значит у вас есть интернет. В каких-то компаниях может стоять сетевой фаервол, который блокирует исходящие пинги. Но я такие ситуации не учитываю. Итак, интернет у нас есть. Но как вообще система понимает, до какого компьютера как добраться? Есть такая вещь, как таблица маршрутизации. Здесь указано, что для любого компьютера в сети 192.168.31.0 использую интерфейс EMP0S3. Для сети 192.168.122.0 интерфейс VIRBR0. А вот если что-то другое, что-то с непонятной сетью, допустим 8.8.8.8, обращайся к адресу 192.168.31.1. Это дефолтный маршрут, который и называют Gateway. У этого роутера есть своя таблица маршрутизации, где также написана локальная сеть. А если что-то неизвестное, обращайся к роутеру провайдера. У провайдера, конечно, больше маршрутов. Он связан с другими провайдерами и всё такое. Но логика та же. Если знаешь сеть, иди туда. Если нет, отправляй на Gateway. Таким образом, ваш пакет в итоге доходит до того же Google. Система также позволяет узнать, через какие роутеры проходит пакет. Хотя провайдеры могут скрывать некоторые свои роутеры, но общую картину можно понять с помощью утилиты Traceroute. Как видите, сначала мой пакет добирается до моего роутера. Потом до роутера провайдера. И так еще пару маршрутизаторов, пока не доберется до самого IP-адреса. Если у вас недоступен какой-то компьютер или не работает интернет, вы можете запустить Traceroute и увидеть, после какого маршрутизатора застревает пакет. Скажем, если пакет доходит до вашего роутера и застревает, проблема либо с ним, либо с сетью между роутером и провайдером. Если же пакет доходит до следующего роутера, роутера провайдера, то значит у вас все в порядке. Проблема на стороне провайдера. В данном примере пакет застрял на каком-то неизвестном маршрутизаторе. То есть, дело, скорее всего, не в провайдере. Просто сам этот адрес недоступен. Кроме IP-адреса, на доступность сайтов и сетевых сервисов может влиять DNS. Так как в большинстве случаев мы к сайтам обращаемся не по IP-адресам, а по именам, допустим, google.com, то в случае проблем с DNS у нас слово google.com не будет превращаться в IP-адрес, а значит мы не сможем добраться до нужного компьютера. Тот же самый пинг позволяет увидеть, есть ли проблемы с DNS. Как видите, у меня google.com превратился в IP-адрес, а значит с DNS проблем нет. Для примера, если пингануть example.com, мы увидим IP-адрес, но при попытке пинга example.ru видим ошибку. Имя или сервис недоступны. Это означает, что DNS-сервер не смог найти или не ответил, кто такой example.ru. Учитывая, что он отвечал на другие запросы, значит он просто не может найти такое имя. Чтобы узнать, кто прописан DNS-сервером на моем компьютере, можно посмотреть файл resolve.conf. Как видите, в качестве DNS-сервера прописан мой роутер. Когда я пытаюсь зайти на какой-то сайт по имени, мой компьютер отправляет DNS-запрос на роутер. Тот отправляет этот запрос на другие DNS-сервера. Скорее всего, полученные от провайдера и так по цепочке, пока нужный DNS-сервер не ответит. И обычно DNS-сервера в цепочке запоминает этот ответ. И в следующий раз, если кто-то опять спросит это же имя, они достанут эту информацию из кэша, что позволит компьютеру быстрее получить ответ и быстрее зайти на сайт. А также позволит сократить трафик провайдера, так как он не запрашивает одну и ту же информацию для тысяч своих клиентов. Давайте для примера поменяем DNS. Сам файл etc.resolve.conf генерируется при кардном запуске сети или компьютера. Но для теста мы изменим здесь. Этот IP-адрес – адрес DNS-сервера от Guard. Их сервера не выдают нам информацию о доменах, которые используются для рекламы. А поэтому наш браузер не может прогрузить рекламные куски сайтов. Окей, протестируем. Всё пингуется. Но как мне убедиться, что я использую именно эти DNS-сервера? Для этого можем использовать утилиту nslookup. В начале ответа пишется адрес сервера DNS. Именно то, что я указывал. А внизу ответ – нужные IP-адреса. nslookup – тоже как способ узнать доступность DNS-серверов без необходимости пинга. Да и в целом, чтобы найти нужные ответы по DNS. Из примера использования DNS-сервера от Guard. Как видите, вместо нужного IP-адреса от Guard выдает нам нули, а браузер при виде такого адреса просто не подключается. Давайте еще пропишем несуществующие DNS. Эта ситуация сравнима с тем, что либо мы неправильно настроили DNS. Либо DNS-сервер недоступен. Тогда пинг будет жаловаться, что это имя неизвестно, а nslookup скажет, что не может достучаться до DNS-серверов. Хорошо, с тем, как проверить работу сети, разобрались. Теперь поговорим о смене настроек. Как я говорил, etc. resolve.conf генерируется при перезапуске сети или компьютера. То есть наши изменения там временные и чисто для тестов. Команда IP также позволяет временно добавить и удалить IP-адрес и маршрут, а также поменять кое-какие настройки. Но эти изменения временные, поэтому это рассмотрим в другой раз. Для постоянных настроек используется сетевой демон Network Manager. Этот демон есть почти во всех дистрибутивах. Где-то он стоит по умолчанию, где-то его можно установить. Он позволяет гибко управлять настройками и работать с сетью. У него есть три интерфейса. Графический, псевдографический и текстовой. Если у вас на компе Linux, можете использовать графику. Он простой и функционала зачастую хватает. Однако на серверах графики нет, поэтому остаются два варианта. Для большинства задач подойдет псевдографика. Давайте для примера выставим статичный IP. Это нужно, чтобы у компьютера не поменялся IP-адрес, так как DHCP раздает IP-адреса динамически. То есть, скажем, если я завтра включу эту виртуалку, у нее может быть другой адрес. А если поставлю статический адрес, то у нее этот адрес останется навсегда. Или пока я не поменяю. Для этого заходим в Edit Connection и выбираем нужный интерфейс. Либо нажимаем вправо и Edit. После этого открывается окно настроек интерфейса. Сверху у нас Profile Name, имя профиля. Это имя, которое нужно нам для понимания, поэтому можем просто поменять на все, что угодно. Допустим, WebBox Bridge. Ниже имя интерфейса. Обычно его трогать не стоит. Наводимся на IPv4 Configuration и меняем автоматик на Manual. Автоматический режим используется для получения IP по DHCP. Manual для статичного IP. Нажимаем справа на Show, чтобы показать настройки. Для начала пропишем незанятый IP из той же сети. 192.168.31.5. Технически на одном интерфейсе можно прописать несколько IP-адресов. Тогда компьютер будет доступен по всем этим адресам. Это используется не так часто, но для примера добавим. 192.168.31.6. В качестве Gateway пропишем роутер. Иначе у нас не будет работать интернет. Также добавим два DNS сервера. Если один будет недоступен, мы будем обращаться ко второму. Остальные настройки пока трогать не будем. Спустимся ниже, где у нас настройка IPv6. Нам IPv6 не нужен, поэтому меняем значение на Disabled. Автоматиклик Connect говорит о том, что этот интерфейс будет подниматься при каждом включении компьютера. Если галочка не будет стоять, после перезагрузки сеть работать не будет. Придется заходить в NM2E и активировать сеть. Available to all users нужен, чтобы дать всем пользователям право менять настройки сети. Отключать или включать интерфейс без root прав. Нажимаем ОК, потом Back или Escape. И зайдем в Activate a Connection. Наши изменения не вступят в силу, пока мы не перезапустим интерфейс. Два раза нажимаем на нужный интерфейс, чтобы деактивировать и опять активировать интерфейс. Это тот же способ административно выключить и включить интерфейс, как мы это делали с IP-Link, SetDown и Up. После переактивации можно два раза нажать Escape, чтобы выйти из NM2E. После чего проверим настройки сети. Здесь видно оба IP-адреса, которые мы прописали, Gateway и DNS-сервера. Подведем итоги. Мы с вами разобрали, как базово работать с сетью на Linux. Как посмотреть информацию об интерфейсах, маршрутах и DNS-серверах. Разобрали базовые утилиты для диагностики проблем, а также настройку сети.